Доброе утро, дорогие мои друзья! Какая у нас шикарная погода! Как я о ней мечтала! Прям вот не могла, девочки! Он даже Томас подтвердил. Люблю я эти жакеты одевать, курточки одевать. Очень люблю, девчата. Единственное, что вот... Не знаю, то ли из-за погоды, то ли из-за чего. Почему так? Девочки, очень болит голова. Моя дочка опять в школу не пошла. Не опять, а вот в тот день я ее забрала со школы. А сегодня не пошла она в школу. Потому что тоже голова сильно болела. Я ей говорю, доченька, это из-за телефона. Ты пойми меня правильно. Я понимаю, что ты... Этим пользуются, конечно, дети. Да, вот что... Знают, что... Ну, любовь такая. Посмотрите, какой ребенок у этого... Красивый. Он на ту курочку, посмотрите, цыпленочка, посмотрите. И на эту. Такая волосатенькая, такая красивая. Сейчас, сейчас я вас всех вытащу. Выпущу всех. Хочу выпустить, девочки. Вот. И я ей говорю, доченька, это из-за телефона убрала. Короче, телефон, обиженная девочка. Потому что, во-первых, начался школьный этот, да, вперед. Зачем? Для чего? От этого телефона только тупеют. Она говорит, ты не права, тетя. Потому что я что плохого делаю. Я же... Ну, честно говоря, она ведет себя замечательно. Но это же не значит, я ей говорю. Доченька, пойми меня правильно. Я за твое здоровье беспокоюсь. Ты слишком близко телефон, этот, ну, держишь, да, к глазам. Раньше почему? Если головная боль, это значит, очки надо было. Сейчас у маленького... Раньше это так было вот удивительно, странно, да. Если у ребенка голова болит. Это было потому, что из-за очков. А сейчас у каждого второго, у кого не спроси, головные боли есть. Это все из-за телефона. Выйти не можешь, да? Посмотрите. Сегодня принесет, если он, этот, нашего павлинчика. Ну, девочку, Павлу приведет сегодня. Вчера обещал, вчера он не смог, сегодня. Девочки, я утром встала сразу, пропылесосила. Какая прелесть. Знаете, я переживала, думаю, ну, вот сейчас с этой кухней. Сегодня вот... Сегодня он должен принести, я не знаю, купить сегодня или нет. Должен принести эту штукатурку. Ай, ну, чего вы так кричите? Чего вы так кричите? Сейчас обувь поменяю продуктом. У меня обувь хорошая, я не хочу ее пачкать. Вот. Купил эту деревяшку. Девочки, сейчас я вам покажу вот эту, чтобы обшить на кухне. И этот проход, там, арка, что ли, как она там? Вот такое. Девочки, 70 евро. Каждая банка этого отдал за эту деревяшку 70 евро. Вот опять он мне начал за эту машину. И я вам вот хочу сказать, да, девочки, вот, я никого не уговариваю, никого не... Это, да, просто так как у меня тут есть люди, которых я очень уважаю и очень люблю, просто делюсь. Может быть, это со временем. У меня раньше так не было. Я раньше могла необдуманно взять, что-то купить, да? Или влезть куда не надо. Я думаю, что я понтуюсь? Какая нахер машина? Вот, Эстен, он мне такой. И я ему тихо объясняю. Эстен, мой дорогой, я настолько устала, говорю, что вот постоянно, да, вот, думать, дойду ли я до конца месяца, не дойду ли я. Я постоянно вот об этом задумываться, потому что, Эстен, я уже устала, говорю, я вот это хочу закончить. Я говорю, я хочу жить. Ты не хочешь жить? Я ему говорю. Ты не хочешь ходить, ужинать, когда ты хочешь? Это, представляете, вот вчера я хотела пойти в парикмахерскую, убирала тут девчата. Уже, уже как-то вот не так. Ну, и кошечки все внутри в этом домике. И вы мне говорите, вот та кошка дома, так той кошки, девочки, трех месяцев нет. Вы что, не видели, на кухне жили мои котята, когда были маленькие, а? На кухне жили девочки. Неужели вы думаете, что я такая бессердечная, и сейчас я этих котят на улице оставлю? Да нет, конечно. Вот, купили деревяшки вот эти, потому что будем обшивать вот это. И сегодня должен краску принести. Мои друзья дорогие, смотрите, я вчера, вчера или позавчера хотела пойти в парикмахерскую, просто из-за дождя не пошла, да? И я говорю, Эстеван, говорю, ты знаешь, говорю, я настолько, говорю, устала, вот, можно ли пойти, нельзя ли, вот, ой, маникюр там, ой, это, ой, то, постоянно думать, вот, ну, мол, я хочу жить, сколько уже можно? Я хочу с тобой жить, говорю, я хочу с тобой выйти куда-то погулять и не задумываться. Если я сейчас пойду, я говорю, я не хочу тебе сказать, что я прям каждый день хочу ходить ужинать. Или там, мне хватает девочки в месяц один раз просто с мужем выйти погулять, но я хочу ходить на маникюр, я хочу ходить на педикюр. Я не хочу задуматься, смогу ли я в этом месяце сделать это или нет, а вот загонять себя в какие-то рамки, потому что, вот, да нахер надо, если бы я была бы без машины, другое дело. Сейчас мой Мерсик починят, ну, еще не сказали девочки диагноз Мерсика. Смогу починить, починю, не смогу, если мне такую, ох, сумму скажут, сбавлю я его, ладно, как бы я его не любила, я же за него страховку плачу, все, это же тоже деньги девочки, да. Так что, нет, девчата, не хочу. Вот, купил он мне этот пылесос, да, он мне купил, ну, наша семья купила себе пылесос. Получается так, просто был мотив, ну, кошечка вышла, был мотив, так как 25-летие, да, и вот как раз, вот, как-то вот этим предлогом, что ли, да. Но радоваться не могу, девочки, утром встала, проплесосила, сколько волос на балконе. А эта кошечка почему в доме? Так ей еще только трех месяцев нету, девчата. Вот, смотрите, песочек хороший поставил, лоточек поставил хороший, девочки ходят без никаких проблем, лоточек больше не сделала, ничего такого. Понимаете, у нас дождик идет, да, хорошо, девочки, вот, действительно. Вот, я хочу кухню. Отопление вы меня спрашиваете, девочки, здесь зимы не бывает, у нас будет кондиционер, лето и зима, лето и зима, да, включу кондиционер и все. А если что, я вот сюда, вот видите, здесь стоит резеточка, для чего, потому что мы сюда хотим, хотели пели, вот это жесть, вот, если будет, ну, недостаточно будет вот это два кондиционера, мы сюда печку поставим. Вот, я так, мы так думаем. Вообще, я думаю, что тут я буду проводить больше времени, чем в доме. В доме там прошла, протерла и вышла, да, вот так, это мое мнение, девочки. Еще она не готова, не знаю. Потому что, вот, смотрите, у моей бабушки была отдельная кухня, да, вот такая же, летняя, да. Девочки, если она вся вот такая не была, вот такая большая не была, ну, может быть, не такая широкая, но в длину, да, была. А может мне так кажется, потому что, знаете, когда ты вот это, потом кажется все такой маленькой. Нет, такой не была, она чуть меньше была, ладно, но пускай будет 20 метров квадратных, да. Мы просыпались, сделали своей кровать, влажную уборку там делали и сразу шли на кухню, и мы целый день на кухне проводили. Там такой топчан был хороший. Все, кто в гости, проходили домой, даже не заходили сюда. Вот, да, вот здесь поставлю кресло, девочки, вот будет стол, вот здесь будем кушать. Я так думаю, что вот тут будет кругленький, маленький столик будет. Куплю только 4 стула, а кто у меня есть, кто ко мне проходит. И куплю вот эти, которые складываются, там у меня будут в этом стуле, да. И вот, девчата, и будет шикарно, просто будет шикарно, девчата. Когда кто-то пройдет, раз-раз-раз поставлю, а так вот тут будет. А вот здесь будет у меня диван, вот такой угловой диванчик будет, девочки. Вот так, понимаете, вот здесь. Тут у меня будет телек, девочки, буду сидеть вот тут, чайочек пить, телек смотреть. Вот, не знаю, девчата, думаю, что такие занавески я повешу, но думаю, я тюль повешу, чтобы я вот видела прозрачную тюль. Если летом сильно солнца бить не будет, я тюль повешу. Если сильно будет солнце бить, посмотрим, девочки. Это еще надо. Вот я хочу свою кухню до ума довести. Девчат, выше себя прыгать не хочу. Этих понтов у меня нету, как у других. Я еле-еле душа в теле, да. Потому что сколько бы ты тут не зарабатывала, девчата, у меня же очень много растратов, понимаете? Очень много. И, конечно, я сама на себя это все повесила. Потихоньку хочу убирать эти растраты. Потихоньку, потихоньку хочу избавляться от лишних. Потому что уже ты не молодеешь. Тоже, ну, посмотрите, какой пейзаж будет. Я буду сидеть. Там на кухне тоже, конечно, можно. И готовить, и все. У людей и такого нету. Я это все прекрасно... Ну, если я могу себе позволить, почему бы и нет, девчата? Ну, вот сами подумайте, почему бы и нет. Зачем тебе эта кухня нужна? Зачем тебе эта кухня? Ну, раз я такие на жертву иду, от себя отдираю, делаю это, значит, она мне действительно нужна. Это моя будет отдушинка, девчата. Там буду готовить. Там буду готовить. С такой любовью, девочки. Я и так готовлю с любовью. Но это будет совсем по-другому. Понимаете? Тут будем обедать. А если так, вот тут сготовлю. Вот я же в середине готовлю. Буду готовить. Тут сготовлю. Тут раз, раз, раз. Вот тут прямо вот как этот подоконник есть. Вот тут моей доченьке стульчик поставлю. Давай завтракать. И сюда завтрак ей с утра. Встала, оделась, пришла сюда, быстренько позавтракала. И давай пошли в школу. Пошла в школу, я отработала, прошла, зашла себе на кухню. Сижу, кофеек пью, который мне есть. И он кофеварку подарил. Нам подарил, девочки. Кофеварку нам подарил. Буду кофе пить, девчата. Буду смотреть. Буду радоваться. Буду с вами общаться. Так что вот так, девчата. Обычная жизнь, да? Я как вспомню, девочки, у меня аж, знаете, вот, как вам сказать, вот от истории вот с моего детства. Знаете, когда мой отец женился на моей матери, моя мать тоже несчастная женщина, которая любви не видела, да, вот в своем детстве. Потому что жила с отчимом никому не нужная, бабушка моя всегда работала, знаете, аж от этой истории у меня мурашки по коже. И когда мне мама вот это все говорила, вот вы не знаете, какое счастье у вас есть, что с вами рядом мама всегда. Знаете, с моим сыном нету мамы всегда, только тетя. И тут тетя не всегда, понимаете, не всегда. И как я его обниму, как я его, вот, знаете, девчонки, он приходит ко мне, да, вот, это просто вне камеры, он этого не сделает на камеру, я и не хочу. Он вот так на диване сидит, я подхожу и начинаю его вот так, вот так возьму я его вот так за плечики, да, и говорю, сынок, и начинаю целовать. Раньше он, раньше он мог сказать, ага, ничего не говорит, он вот так, он скучает по своей матери, он скучает по мне. Я хочу жить со своими детьми, я не хочу, я вчера, позавчера, когда мы ужинать ходили, я говорю, сыночек, твоя сестра не захотела прийти, но знай, что мы здесь недалеко от твоего дома, приходи, сынок, я тебя приглашаю, приходи. И он такой, нет, тетя, ты там туда-сюда с дядей, ему одна побудь, заслуживаешь. И я ему говорю, сыночек, ты всегда, у тебя, у меня в сердце всегда есть кусочек этого места. И потом говорю, нет, я неправильно высказалась, нет, мое сердце забитое вами, у меня места больше ни для кого нету, для тебя и для твоей сестры, я тебя очень люблю, он мне такое сердечко отправил, поцелуй отправил. Раньше он такого не делал, девочки. Он скучает по ней, я тоже скучаю по ней. Понимаете, скоро будет, как говорится, годовщина, да, что ее нету. И что бы, кто бы там ни там не думал, да, девчата, кто хочет думать, что я за этих детей деньги получаю, думайте, девочки, получаю миллионы. Кто хочет думать, что я это делаю только на публику, да, вот это все думайте, это мне все равно, мне все равно. Я пришла к такому выводу, девчата, да, что вот, что мой муж, что мои дети, да, это самое дорогое то, что у меня есть. У меня есть подписчица Надя, она живет в такой, это не Украина, девочки, она живет рядом с Израилем, да, и она говорит, я сегодня, мои дети заикались, ты меня не теряй, мы убежали. Вот в чем одеты, там взрыв такой был, у нее стекла полетели, все, вот как мы были одеты, говорит, вот так. Сегодняшний день не знаешь, где этот взрыв произойдет, потому что вот так все нестабильно, понимаете, в жизни, да, что там, что здесь, что это, что то. Так что, девочки, живите сегодняшний день. Я так за нее расстроилась, вот она мне написала, у нее другое гражданство, она сама из России, у нее другое гражданство. И я за нее очень сильно, вот знаете, вот настолько я вас, настолько я вас люблю, девочки, вот хотите, верьте, хотите, нет, это уже ваше, да, а мне что здесь, девочки, если бы были бы у меня там, я уже не говорю миллионы, по сто тысяч просмотров. Не знаю, может быть, зажралась бы, может быть, зазналась бы, не знаю, я не могу сказать, у меня такого не то, хотя есть у меня видео, которые и миллионами просмотры, да. Но настолько вы мне близки, и сейчас, слава Богу, девчата, слава Всевышнему, что ваши имена выходят, что каждое ваше вот это неприятное я близко к сердцу принимаю. Почему? Потому что вы мне небезразличны, и благодаря этому Ютубу я познакомилась с такими прекрасными людьми, как вы, и хочу вам сказать, дай Бог вам здоровья, цените себя. Да похер, это кухня, похер, это дом, правильно сделала, взяла детей и выбежала, девочки, выбежала, вот с чем одета, потому что она в этот момент осознала, что кроме вот этих детей ей никто не нужен, понимаете? Она самое дорогое взяла, вот у меня самое дорогое, это мой муж, мой ребенок, ой, наверное, за Гошей тоже бы побежала, если честно сказать, да, Гошу тоже бы забрала бы, но остальных бы не смогла бы, ну хорошо, но Гошу забрала бы, девочки. Пускай другие животные не обижаются, конечно, да, но вот, не знаю, за Гошей, наверное, побежала бы, конечно, тоже. И котенка взяла бы, и Томасика взяла бы, ой, и до всех взяла бы, девчата, засунула бы быстро-быстро-быстро, как смогла бы. Вот, так что берегите себя, девчата, все это ерунда, все это, знаете, вот сегодня она мне это написала, да, я так читаю и думаю, я тут все мечтаю об этой кухне, это все, да, это все такое ерунда, это все такое, правильно говорят, что в гробу карманов нету. Сегодня моя подруга мне писала тоже, мы с ней общаемся, да, она не хочет, чтобы я ее назвала, но кто понял, тот понял. На этой неделе хотим к тебе приехать, без проблем, девочки, снимать тоже не буду, хочет ко мне приехать, не буду вообще, знаете, мне, конечно, хочется с вами поделиться, это же такая добрая новость, да, вот, ко мне она приезжает, да, мы с ней посидим, мне бы хотелось, ну, раз она не хочет, я уважаю девочки, понимаете, я вот что хочу, что хочу вам сказать, берегите себя, девчата. У меня столько мыслей в голове, да, вам вот сказать, да, столько всего, да. Я же в магазин захожу, девочки, вот в этот, который я же вам показывала, в наш деревенский магазинчик, да. До этого, вот Хоса же есть, который ко мне проходил, кафе расставил, вот, у Хоса есть сестра, которая, это хозяйка этого магазина. Они в этом магазине, там, алкоголь продавали, сейчас я не знаю, правда, я его уже не видела, может быть, и сейчас есть. Алкоголь продавали, сигареты продают, сейчас тоже сигареты продают. Это называется истанку. Чтобы ты могла сигареты продавать, тебе нужна лицензия иметь. Эта лицензия стоит, не знаю, девочки, 200-300 тысяч, может быть, а может, и выше. Эту лицензию ты можешь оставить своим детям и можешь ее продать, понимаете. Она не всем дается, там очередь надо, там, вот я вам приблизительно говорю. Например, в Талавере, девочки, может быть, 50 мест, именно, которые сигареты можно продавать. Больше 50 нельзя. Вот если там кто-то продает, ты можешь купить, если нет, ты не можешь открыть себе вот это, да. И у нее муж, Кико, его звали, Каки, что ли, Кики, что ли, как-то вот так, такой видный, высокий такой, да. У него, девочки, такие золотые часы были, с бриллиантами вокруг. Не помню, что за фирма, но тоже такая какая-то, то ли, хотелось сказать, лотус, то ли, короче, не знаю, какая-то такая швейцарская фирма, короче. Он всегда такой, у него большой живот был, он очень сильно курил, у него с легкими были проблемы. Вот эта женщина была очень состоятельна, почему? Потому что она сигаретах много денег сделала. Вроде бы вот и дом построила, да. У нее в доме, говорят, туда зайдешь, там музей, там изысканная посуда, там изысканные все, хрустальные люстры. Я не была у нее дома. На третьем этаже у нее первый, второй, третий, четыре этажа дома. Дом, кажется, что нет, но у нее еще подвальное место есть. Первый этаж магазин, второй этаж ее, третий этаж тоже, или три этажа, или четыре, вот не знаю, девочки. На посреднем этаже, там как мансарда, но там бассейн такой, все. И вот все равно же это слышится, короче, да, вот несчастная женщина. Мама ее родила, а потом всех братьев, вот она этих братьев всех воспитала, там две сестры и вот этого брата, да. Она им всегда помогала. И вот она искала поддержку, да, вот в своем муже, да, вот деньги есть, да, все есть, да, а ее муж гулял, девочки, по-черному гулял. Она целый день в этом магазине, да, а он гулял. Он, короче, воровал, понимаете, воровал, вот, вот, и, короче, прогуливал. Он там на стороне одну имел, и она это узнала, и она, говорит, и она ему и машину там купила, потому что он не работал. Он просто вот эти сигареты пачками, они по селам ездили и раздавали, да, продавали. Вот о чем хочу сказать. Вот сегодня я ее, я же говорю, у меня сегодня вообще такая тема, да. Вот, вот, и в магазин иду, и она стоит, а он умер, сколько он как умер, ну, не знаю, год, наверное, нету еще. Я говорю, как вы, эта, она такая говорит, спокойно. Девочки, если вы видели, как у нее, он в последнее время очень плохо себя чувствовал, он уже ходил с этой бутылкой, дышал, он уже не мог, за ним, короче, уход был пипец. Две, две женщины, он возле него постоянно, 24 часа, две женщины. Утром две женщины, ночью две женщины с медицинским образованием. Она говорит, ты знаешь, вот смотришь на тебя, она мне это говорит, смотришь на тебя, какая ты счастливая. Я говорю, почему, я так удивилась, почему. Она говорит, как тебя муж любит, это ж такое счастье. Что, говорит, я только не сделала своему мужу, не любил он меня, говорит, не любил. Вот вроде бы женились по любви и все, не знаю, куда эта любовь пропала. Такую подлянку он мне сделал, говорит, всю жизнь, говорит, я копила, старалась. И это все, оказывается, у него там на стороне любимая была. А я, говорит, а мне, говорит, просто сказки рассказывала, никаких, говорит, ну, она мне спрашивает, там, вот, твоя же годовщина была. Они все знают, девочки. Ну, я, наверное, говорила, и им поэтому знают. Я, говорит, пылесос подарила, она такая, какое счастье. Она даже не спросила, что за пылесос, дайсон, не дайсон, какая ей нахер разница. Она себе может таких 10 тысяч дайсонов купить. Но они такое золото изысканное все. И она, говорит, ничего меня не радует. И она мне, говорит, вот сегодня-завтра, говорит, твоего мужа бы не было бы, говорит, ты бы, говорит, вышла замуж. Сколько тебе лет? Я говорю, 40 с костиком. Она говорит, вот мне 80 лет, да? Я говорю, не знаю, говорю, сеньора, сеньора, вышла бы я замуж или нет. Потому что мой муж такую бланку поставил мне, да? Найти такого же, как он, было бы тяжело. А с кем попало, не знаю, сеньора. Она такая, хамонит вот так. Оказывается, девочки, он нанимал людей. Вы представляете, девочки, нанимал людей, чтобы обворовали магазин. Несколько раз. Страховка уже их даже страховать не хотела. Я не знаю, раз в десять их обворовали. Потом она узнала, что это, оказывается, он, девочки. А она вот это своему брату рассказывает. Я, говорит, говорю, зови полицию. А он делает, что позвонил полиции. Поняли, да, девочки? Потом она сигнализацию поставила. Она говорит, я что только не пережила. Имея детей, все. У нее дети в Магдите живут. А я говорю, ой, одиночество, это такая нехорошая вещь. Она говорит, не так хорошо одной. Не так спокойно. Я хоть знаю, что он там. Я, говорит, знаю, что он там. Что он, потому что каждый раз, как он выходил, но последнее время, говорит, когда болел, конечно, нет. Я, говорит, думала, куда же он, интересно, пошел к ней, нет. Потому что, девочки, вот, знаете, вот, оно или есть, или его нету, любовь, девочки. Ну вот, я же обычная, девчата. Ничего во мне такого нету, чтобы вот там сказать. У меня там нет. Я обычная, девочки. Обычная. А вот мой муж меня любит вот такую обычную. И безумно любит. Я это знаю, девчата. Я это сто процентов знаю. И вот, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что он даже меня ни разу не изменял. Вот у меня вот такой очень... И он же работает с женщинами, девочки, которые женщины перед ним пляшут, девочки. Вот честно я вам говорю. Но я как-то об этом даже и не задумалась, потому что он мне мотив никогда не давал. И вот я никогда вот... Слухи не доходили. А может быть, и было что-то, но и до меня не доходило, я этого не знаю. И когда она вот это мне сказала, вот ее история, вот ее история, мне вот, честно говорю, дрожь прям по телу, да? Мурашки, как я говорю, по телу. Всю жизнь прожить человеком, зная, что он тебя не любит, и ты развестись не можешь. Почему? Потому что, что люди скажут, в поселке живешь. Для чего? Я думаю, что нет, девочки. Не разводятся, потому что любят. Несмотря ни на что. Но он, правда, я не знаю, какой он... Я же с ним познакомилась, когда ему уже за 70, ей сейчас 80. Значит, ему было 65. Я даже, когда заходила туда в магазин девочки, он так на меня вот так, знаете, вот... Он не пропускал ни одну женщину, он с ног до горота. Задницу посмотрит, грудь посмотрит. Вот знаете, такой водолаз, короче. А у меня есть то, что у многих нет. Ну и хер с ним, что у меня нет возможности машину купить. Ну и хер с ним, что у меня нет возможности. Это все можно добиться потихоньку, девочки. Кто у меня? Что, я пешком хожу, что ли? Пойду сумку заберу, у меня в машине. Обувь одену, пойду с вами. Знаете, девочки, еще что хочу вам сказать. Берегите себя, любите. Не дарите вашу любовь мужчинам, особенно мужчинам, которые вас недостойны. Вы у меня... Вот с всеми, с кем я общалась, у меня вас столько, девчата, столько прекрасных, замечательных у меня друзей. Я даже не побоюсь этого слова. Мы одна семья, да? Что, ребята, у меня вот думаю, я не заслуживаю такого внимания. У нее аватарка там такая, то ли лисичка, то ли кошечка такая белая. Она мне написала, вот сейчас ее имя не помню, прости меня, пожалуйста. Как, говорит, заметно, что тебе, что тебе, говорит, вот не хватает тепла. Так, девочки, это правда. Вы знаете, ко мне кто-нибудь подойдет, просто меня обнимет, скажет, как я тебя люблю, как я тебя уважаю. Девочки, я не могу успокоить, я начинаю плакать, потому что мне действительно этого не хватает. Потому что у меня муж меня любит, но он не такой, чтобы вот, как вам сказать, девочки, но он неэспрессивный, что ли. Это будет на испанском, да? Вот свои эмоции он вот так не показывает. Он не скажет, ты моя любимая, как я тебя люблю, как я по тебе соскучилась. Соскучился, иди сюда, иди сюда, обними меня, поцелуй меня. Вот такой нету у моего мужа, девочки, нету. Но он действиями показывает. Кому-то действия нужны, кому-то слова, а мне и действия, и слова нужны. Но это же, как говорится, это же выбрать невозможно, оно есть или нет. Девчата, посмотрите, какой красивый цветочек. Давайте я вам подарю, давно не дарила цветы. Давайте я вам подарю. Я знаю, что у вас гораздо лучше есть. Ну, посмотрите, какая прелесть. Ай, дождь, как хорошо у вас. Хоть каждый день поливаешь, но от этой жары они просто не выдерживали. Так что, девчата, если вас никто не любит, у вас нет любви. Не то, что никто не любит, но не нашли человека, который вас оценил. Я вас ценю. И вот эта женщина мне написала вот это, да. И я говорю, как она права, как вы меня знаете, девочки. Вы меня прям... Да, бывает, что заходит какие-то несколько людей, да, вот этих, которые там начинают, да, выпендриваться, да, вот, хотят там ущемить это все. Да ладно, девчата, пускай. Мне все равно. Но хочу вам действительно сказать, вот как есть, да. Я вот как есть вам говорю. Я вам безумно благодарна. Дай Бог вам счастья, здоровья, девчата. Берегите себя. Я вам еще раз говорю, вы настолько, вы настолько заслуживаете. У меня нет этих слов. Я не умею вот так красиво говорить, да. Ой, я не умею сказать, я не умею пересказать свои чувства в словах, да. Но хочу до вас всех донести. Я горжусь вами, девочки. Вы у меня красавицы. Вы у меня хорошие люди. А если вы настолько хорошие люди и красавицы, и вы, значит, у вас достойный мужчина с вами рядом. Муж и жена одна сатана. Я вчера, я говорю мужу, девочки, подождите. Вчера говорю мужу, Эстеван, ты, подождите, поверну. Я говорю, это, ты, смотрите на нее, как она меня ждет. Солнышко мое, ты меня ждешь. Я говорю, дверь, ну, короче, мы же закрываем ключом дверь, да, этот. И я ему, а он мне говорит, я закрыл дверь, потому что этот утром я, говорит, в тапочку, говорит, поставил этот, ну, вот ключ, да, вот так в тапочке, говорит, оставил ключ, вот в этой, да, вот так. Я ему говорю, Эстеван, зачем ты в тапочку, когда он прошел, зачем ты в тапочку? В следующий раз, говорю, когда ты знаешь, что я вот сейчас сразу пройду, да, вот, долго не буду. Вот здесь же камушек есть, говорю, я ему. Вот так поставь камушек, говорю. И вот так, говорит, ключ поставь. А он мне говорит, зачем? Давай, говорит, лучше, говорит, я вот так, говорит, мама стомас заходить как не смешно стало девочки но это же вообще глупость что ты сказала как можно ключ под камень поставить там же видно что я ему говорю ну я преску руками туда в тапочку залазить девчата моя кафешка мой дайсон девочки порадуйтесь за меня я не хвастаюсь клянусь девчата я не хвастаюсь я бы себе в жизни бы его не купила потому что у меня же кухня да ну вот такая ерунда да но как приятно девочки вы не знаете вы не знаете девчата какая это прелесть а мне же писали я же помните говорила не знаю купить дайса не купить а вы мне написали многие там написали ой да это ерунда он не такой они сико и а потом девчонки написали мне ты что? Вот у меня есть, я нарадоваться не могу. Девочки, как дождь сидит. Я нарадоваться не могу. Мне очень нравится. Зря ты так. А вот я же вам говорила до этого, да? У меня же вот это, это же есть, которые локоны делают. Ну, просто у меня еще волосы короткие. Девчата, ерунда. Я вот короткие держу, держу. Но зато феном, как я пользуюсь. Вот как он мне купил. Я еще истовно сказала, истовно, почему ты мне подарила это? Он тоже 400, мне кажется, стоил. Сейчас, солнышко, сейчас. Она, знаете, она уже наглее, девочки. Она уже хочет просто сырое мясо. И мне мусульман сказала, зачем ты так заморачиваешься? Сухой корм и точка. Если нет, ты будешь постоянно, у тебя что, больше делать нечего, что ли? Вот это готовка-готовка. А еще что я хотела сказать? Я говорю, истовно, истовно, мой золотой, мой Гоша постоянно, говорю, там полумокрый, говорю. Неужели ему нельзя крышу сделать, а? Железку просто вот какую-то. Он говорит, ты посмотришь, железку сделай, вон у твоих курей. И домик есть, и все. А где твои куры? А где твои куры? На улице стоит, как дураки, говорит, там. Не знаю, может, он про... Я думаю, все равно на весь нужен, нет? Девочки, я же не привыкла, что котята вот так мурлычат, да, туда-сюда. Может быть, она просто мурлычит, потому что со мной разговаривать хочет. Или она действительно кушает меня просто. Я как она мяу-мяу, я сразу кушает. Она как мяу-мяу, я сразу кушать даю. Не знаю, может быть, я не права. Вы же мне написали, что у нее... Правильно вы пишете? Мей-кун, да? Короче, май-мун у нее вот этот есть. Она фирмы май-мун, короче. Это надо пакет мне потом сложить, он мне так подойдет. О, девочки, уже все, давайте пока, потому что в туалет хочу по-маленькому. Что я здесь ля-ля-ля? Целую вас, люблю вас. Жду ваши комментарии, девчата, что вы мне скажете? Поняли вы меня, услышали у меня или как? Или это такая я глупая, вот такая я дура, да, наивная. В 48 лет такие глупости, говорю, да? Смешно, да? Не знаю, девчата. Ладно, все.